Продолжение следует... 1. Для решения задачи предотвращения возможного пожара формулируем или строим уровень, в котором работаем. Это вечное, бесконечное и созидательное развитие. То есть мы обеспечиваем вечность себе и всем, предотвращая возможную глобальную катастрофу. Это уровень макроспасения, когда все спасены, мы в том числе. 2. Строим управляющую конструкцию. Поскольку мы работаем в режиме профилактики, то нам необходимо увидеть, где на планете как бы возможен пожар, чтобы его заранее предотвратить. Для этого своим сознанием рассматриваем планету Земля. А задачей для нашей планеты становится такая активация сознания, которая аналогична устройству атома, в котором электроны притягиваются ядром. Из школьных знаний известно об энергии электрона в пространстве атома, что электрон в атоме не имеет траектории движения, что электрон может находиться в любой части пространства окружающего ядра, а совокупность различных положений его рассматривают как электронное облако. 3. Получается, что рассматривая сознанием планету сверху, мы проводим активацию своего сознания так, что видим, например, поля, леса, реки, горы, планеты Земля в гармоничном, но жестком взаимодействии. 4. То есть все существует в гармоничном движении, но ни одна из составляющих не исчезает. В нашем случае, например, не сгорает. 5. Григорий Гробовой предлагает в своей технологии активировать сознание аналогичное устройство атома. Мы так и делаем. Рассматриваем планету так, что на ней не может возникать каких-либо неблагоприятных изменений, приводящих к возможным глобальным катастрофам, в том числе к пожарам. 6. Рассуждая таким образом, приходим к основной задаче в данной технологии. 7. Примерно так же необходимо расположить свое сознание, чтобы созданная сфера, сфера предотвращения возможной катастрофы, стала организующей для всей структуры Земли. 7. Значит, строим сферу по заданным параметрам вокруг структуры Земли. 8. Автор технологии говорит, общая сфера информации включает в себя некий унифицированный уровень нормального гармоничного развития. Получается, тот уровень, в котором мы уже работаем, вкладываем в сферу уровень нормального гармоничного развития. 9. Далее говорится, что сфера находится одновременно в центре Земли и снаружи. Такова геометрия специальной практики сознания. При этом сфера не имеет жестких линий пересечения, а представляет из себя как бы один сплошной массив. 10. Можно сделать условную управляющую схему, где сфера построена вокруг структуры Земли и одновременно она же есть в центре Земли. 11. Именно такое восприятие информации или управляющей конструкцией приводит к предотвращению возможной глобальной катастрофы, потому что наше сознание было так активировано нами же на решение задачи для планеты, то есть для вечного гармоничного развития. Создание активировано, конструкция для управления построена. 13. Решение поставленной задачи, то есть предотвращение пожара. В технологии Григория Гробового предлагается посмотреть сверху на построенную конструкцию. Тогда мы можем увидеть или возможный пожар в конкретном районе, или уже полыхающий где-то пожар. Чтобы этот пожар, конкретный, как бы увиденный уже нами, предотвратить, его необходимо как бы вытянуть вверх и рассеять. Таким образом, уменьшается даже концентрация огня. Если сознание вытягивает его вверх, огонь иссякает, и причина его расформировывается. В технологии это уже механическое действие. Информационный сегмент с пожаром просто поднимаем кверху в пространство над планетой, не выходя за пределы построенной конструкции. Сфера имеет свойство предотвращения возможной катастрофы. Мы так ее создали. Информация пожара, вытянутая нами вверх, попадая в огромное пространство над землей, рассеивается. Огонь сразу же иссякает. В технологии говорится, что такое действие благоприятно также и для тех, кто мог бы быть потенциальным организатором пожара. То есть дается достаточно гармоничная система управления. Событие как бы исключается из реальности. Участники возможного катаклизма загодя устраняются от него и занимаются другими делами. Воспринимая активированным сознанием управляющую сферу не только вокруг структуры Земли, но и в центре планеты, понимая, что там захватывается и вся глубинная информация организации этого события, а это и все связи, относящиеся к возможному или происходящему пожару. Такое восприятие позволяет предотвращать возможные глобальные катастрофы. Мы получили гармоничную управляющую систему не только для самого события, но и для всех участников события. Григорий Петрович Гробовой говорит, такие же методы нужно распространять для очень эффективного уровня самовосстановления, передачи информации и в конечном счете для обучения.